В акционерном товаристве Калининске комбайны вышли на палетки 10-го липеня. Правда, это было еще ниже него. Хучей апробация техники у полевых умовых после зимы и подрыхтовчего переду. Хоть великое жадание по часть работы у полным объеме было еще до этого. У адрознение от минулого года селета ураджай зерневых оказался вельми добрым. Кажуть, что и на дворье было с прияльным, и догляд за культурами провели у отповедности с технологичными потребованиями. Кабу брать ураджай у оптимальные термины, просованный день механизатора упочинается у 6 годин раницы. После подрыхтовки техники комбайны выезжают на палетки. На мягдворья навертаются только каля 22 годин. По сравнению с прошлым годом урожай намного больше. В целом по хозяйству сейчас идет 37 центнеров с урожая. Вот на этом поле мы находимся, где посеяна гибридная рожь. Здесь она дает 65 центнеров с гектара. Мы уже смолотили 47 процентов зерновых, намолотили 4660 тонн. В ближайшее время мы ожидаем тысячников. У нас подходят к тысячному рубежу три экипажа зерновых комбайнов и три водителя по перевозке зерна. Дарыши первые тысячники сирот комбайнеров и водителям у Добрыжским районе уже не один год являются минавито-укалининским. Сярод инжих досягненьев – самые высокие намолоты. Все это, например, у господарцы уже выконали державный заказ по продаже пшаницы и жита. Для того, чтобы максимально заховать урожай, работы на зерне таку проводятся в круглосуточном режиме. Работает зерноток в две смены – в дневную и в ночную. Ночью та же самая работа выполняется, что и днем. Сортировка, сушка, загрузка-разгрузка складов по сортам. Или там, если семенное сортируем, то семена в один склад, фураж в другой, там все остальное. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрыжский район.